Итак, друзья, я вас приветствую в шестой части своего обучающего видеокурса по иерезианскому языку. И в этой части мы рассмотрим местный падеж и еще некоторые грамматические формы. Но прежде я хочу вас благодарить за то, что вы смотрите этот видеокурс. И если вам он нравится, то вы можете материально меня отблагодарить за это, потому что курс снимается бесплатно. И на него тратится очень много месяцев. И ссылки на Patreon, и на криптокошелек внизу. И прежде всего давайте сначала рассмотрим некоторые очень важные глаголы, которые нам впоследствии понадобятся. Значит, первое глагол это молимся, идти. То есть это я просто, например, иду. Якамс это гулять. Далее, ютамс это проходить, пройтись. То есть вы чувствуете вот эту разницу, если вы владеете русским. Дальше, два глагола. Туемс уходить или семс выходить. Тоже чувствуете разницу. Далее, содамс это означает знать. Лоткамс остановиться. Льютямс лететь. Кундамс означает ловить, поймать. Дальше, немтямс означает показывать. Вы можете заметить, что вот это вот слово очень похоже в слове неемс. Только здесь какой-то еще суффикс непонятный. Но этот суффикс мы рассмотрим уже в конце курса. Далее. Саемс брать, взять. Канонс оставить. Далее. Пачку темс означает прийти, достичь. И самс означает приходить. И да, у вас, наверное, возник вопрос, чем же отличается самс от пачку темс. Дело в том, что пачку темс означает именно достичь. То есть мы акцентируем свое внимание на том, что мы чего-то достигаем. А самс это просто прийти, без как бы акцентирования на достижение. То есть это просто прийти. А пачку темс это именно прийти, то есть достигнуть чего-либо. В этом разница. Дальше. Максомс означает давать. Дальше. Тоналтомс означает учить. И тоналнемс означает учиться. Опять же, мы здесь видим какой-то странный суффикс. Но его мы также рассматриваем уже в конце курса. Дальше. Чарчомс означает родиться. Касомс означает расти. И воломс означает лить, обливать. Итак, друзья, теперь, собственно, гвоздь программы. Это, так называемый, местный поддерж. По-яльтански он называется, соответственно, тарканеутим. И отвечает он на вопросы кисе, что означает в ком. И мейсе, что означает в чем. И давайте я рассмотрю, какими же суффиксами он выделяется. Для неопределенной формы единственного числа у нас существует суффикс со-илисе. Для определенной же формы единственного числа у нас употребляется суффикс сонть-илисеть. Если у нас во множественном числе, то у нас для определенной формы используются тнеса и тнеса. Для неопределенной вы такого не встретите. Ну и давайте я рассмотрю, в каких же случаях используется местная поддержка. Используется он в том случае, если нам нужно указать на положение внутри чего-то. Допустим. Мон и ян окш кудо сонть. Я живу в большом доме. То есть окш кудо – это большой дом. И сонть – это внутри. Внутри дома. Вот. Естественно, я живу в большом доме. То есть в – оно у нас переключевало вот в этот падеж. И второй случай применения этого падежа – когда нам нужно указать на средства исполнения чего-то. Ну, допустим. Сон ялган заувидь сэвалызи. Что это означает? Значит, он друга обрил водой. Значит, вода у нас опять же ставится в этот падеж. То есть вейцэ – это означает водой. То есть это аналог русского творительного падежа. То есть сон ялган заувидь сэвалызи. Вот он, падеж – валызи. И, кстати, именно от этого падежа идут такие местоимения, как здесь и там. По-эльзиански, соответственно, это будет теса – здесь. И тосу – там. Ну, и давайте теперь рассмотрим, как же склонять по лицам слова, которые находятся в ясном падеже. Итак, слово «куду» означает «дом», соответственно, «кудусомма» означает «в моем доме». При этом первое лицо единственное число – это единственное лицо, в котором у нас есть множественное число. То есть, допустим, «кудусон» – это «в моих домах». То есть тут особая форма, обратите на это внимание. Соответственно, в твоем доме у нас будет «кудусот». А множественное число – это у нас будет соответственно «тонь кудотнисе». Далее. «кудусонзо» – это означает «в его доме», «кудусонок» – «в нашем доме», «кудусонг» – «в вашем доме», и «кудусост» – «в их доме». А как же у нас со словами, где используют гласные передние варианты? Давайте рассмотрим. «Вильсэн» – это означает «в моем лесу», «Вильсэй» – «в моих лесах». Дальше, второе лицо. «Вильсэть» – в твоем лесу, «Вильсэнзэ» – в его лесу, «Вильсэнек» – в нашем лесу, «Вильсэнг» – это в вашем лесу, и «Вильсэс» – это в его лесу. Обратите внимание, здесь у нас, соответственно, используются set, здесь sop, здесь senze, а здесь sonzu. Обратите внимание, это гармония глаз наблюдается. Причем, обратите внимание, если мы говорим о доме каком-то и кто-то находит в нем, то это означает, что дом нам уже известен. И поэтому, например, такую фразу, kudo son zun, сказать нельзя. Запомните это. Далее, надо сказать, что этот падеж можно заменить одним очень важным поселоком. После лог – ace. То есть, kudo son zun – это то же самое, что и couldn't ace. Но есть один очень важный момент. Если мы поставим, например, глагол, дальше ace с личным суффиксом, то он может означать также иногда венительный падеж. Это применяется далеко не со всеми глаголами. Но такая функция вполне возможна. Ну и давайте расходим самый распространенный пример. Это со словом учемся, ждать. Если мы поставим учи, допустим, ну, допустим, он ждет. И дальше поставим этот ace – нет. Обратите внимание, ace – и дальше ставите суффикс. У нас получается учи ace – это означает он ждет меня. Обратите внимание, здесь у нас как бы местный падеж, но в итоге получается так, что он на самом деле выражает собой венители падежи. Вот. То же самое. Учи ace – он ждет тебя. Учи ace – он ждет его. Учи ace – он ждет нас. Учи ace – он ждет вас. И учи ace – он ждет их. Да, это, если что, не United States. То есть, он ждет и восьми United States. As – переводится английского означает нас. Итак, рассмотрим еще одну такую очень интересную черту эрзианского языка. Значит, у нас есть вопрос, coso, который переводится как где. Но как спросить, например, а где я? Где я? Оно будет звучать так – mon cosat. И, соответственно, где ты – это будет звучать как ton cosat или просто cosat. Ответы на этот вопрос будут следующими. Kudo san – я дома. Kudo san – ты дома. Если, например, он дома, то мы просто говорим, что он kudosu. Если он kudosu. А как же со словами переднего ряда? Veli – соответственно, у нас Veli san – я в селе. Veli san – ты в селе. Дальше – Veli se tiano – мы в селе. Veli se tiano – вы в селе. И Veli se tiano – они в селе. Итак, друзья, теперь мы с вами начинаем рассматривать послелоги, которые построены на местном падеже. И первым послелогом, который мы рассмотрим, будет langso. Как вы помните из предыдущих уроков, слово langa означает поверхность. Так вот, langso означает на чем-либо, то есть на поверхности чего-то вы видите. Ну и примеры. Morga int langso – это означает на столе. Morga – это стол. Дальше. Eike int langso – означает на озере. Eike – это озеро. Следующий послелог – это послелог Vaxo. Он означает около чего-либо, близко к чему-либо и прямо рядом, то есть вот видите, прямо рядом. И, соответственно, пример. Sona sti kununt waxo – это означает, он стоит около дома. Следующий послелог – очень на него похожи, пожалуйста, их не путайте. Malaso – около чего-либо. Но в чем разница? Здесь имеется в виду на небольшом отдалении, то есть здесь есть какое-то расстояние. Ну и, соответственно, sonari int malaso – означает, он живет на некотором отдалении от озера. Ну или он живет рядом с озером. Но здесь имеется в виду именно расстояние, то есть то, что он живет именно на некотором отдалении. И следующее слово – это слово yutkso. Означает оно посреди или между. Ну вот. Вот два предмета, и между ним находится объект. Соответственно, вот вам пример. Kauto pandu ni yutkso – между двумя горами. Далее рассматриваем следующую группу послелогов. Итак, есть отдельный послелог для того, чтобы сказать, на берегу. Это у нас послелог чирясе. Чиря означает берег. Соответственно, это означает исключительно на берегу, больше ничего. Но, на самом деле, несмотря на такое узкое значение, этот послелог достаточно все-таки употребителем. Ну и вот пример. Sonari ekin chirese – он живет на берегу озера. Кстати, здесь мы видим ekin chirese – у нас неопределенно. Соответственно, это просто он живет на берегу озера. Мы не знаем, какого, просто он живет на берегу озера. Соответственно, по-английски он будет переводить как he lives on a lake beach. А если, соответственно, нам нужно сказать, допустим, что он живет на берегу конкретного озера, тогда, конечно, мы тоже скажем sonari ekin chirese. Дальше. Рассматриваем следующий послелог. Potsob – внутри чего-либо. Вот, видите, читай находится внутри квадратика. Вот пример. Sonari ekin chirese – он находится внутри дома. Собственно, в чем же разница между местным падежом и вот этой конструкцией? Да, собственно, в том же, в чем и в русском языке, разница между он в доме или он внутри дома. То есть чувствуете разницу. То есть если мы говорим, что он внутри дома, то мы как бы акцентируем свое внимание на то, что именно внутри они снаружи. Вот. И, между прочим, послелоги можно так же склонять. Соответственно, можно сказать sonari pottsunzu. Это означает он находится, он живет внутри него. Следующий послелог. Vexe – сверху от чего-либо. Вот, видите, человек находится сверху. Причем, Vexe – это послелог, который означает статическое положение. То есть это не поверху. Поверху это другой послелог будет. Мы его потом изучим. А это именно сверху. То есть что-то находится вот так вот сверху. Считайте, как подвешенное, допустим. Ну и вот пример. Vexe – это, соответственно, над домом. Причем, вот эта вот основа – Vexe – она является кандидатом к фитскому слову «ül'e». Понимаете, да? И смотрим дальше. Следующий послелог. Vexe – дословно это переводится как «в руках». И перевод, соответственно, «быть у кого-либо». То есть вы видите, вот у нас квадратик. И здесь два человека как бы жмут друг другу ручки. То есть этот человечек находится у этого человечка. Вот. Соответственно, мы его получаем. Мон ульми ялганькейца. Я был у друга. Вот это слово, мы его пока что не проходили. Потому что вот этот суффикс, он будет уже в следующих уроках, гораздо позже. Но у немца означает «быть долго». Вот. Соответственно, я был долго у друга, типа в руках. Ну то есть я долго был у друга. Я был у друга. Вот. Итак, друзья, теперь снова рассмотрим нашу любимую тему. Это объектное спряжение. В этот раз объектом будет «они», то есть третье лицо множественного числа. Ну и давайте сразу начнем рассмотреть примеры. Ну и для начала давайте рассмотрим спряжение глагола в настоящем времени. Мон сынс. Тоналцы. Я их обучаю. Тон сынс. Тоналцить. Ты их обучаешь. Сон сынс. Тоналцинзия. Он их обучает. Мин сынс. Тоналциняк. Мы их обучаем. Тын сынс. Тоналцинг. Вы их обучаете. Сын сынс. Тоналцись. Они их обучают. А теперь рассмотрим спряжение глагола в прошедшем времени. Они их обучали. Чтобы расформировать соответственно отрицание, мы просто добавляем эзинь, эзить, эзиндзе, эзинек, эзинг, эзиз. Как все и в прошлом уроке. Итак, друзья, в завершении этого урока давайте рассмотрим императив. Императив это когда мы говорим кому-то что-то сделать, допустим. Сделай это. Ну и у нас для воительного планиния в эзинском языке используются два суффикса. К и д. Прилетит, соответственно. Значит, наиболее распространенным является суффикс к. Ну, допустим, рассмотрим слово совамс, входить. Соответственно, если мы хотим кому-то сказать входи, то мы должны сказать совак. Если мы кому-то хотим сказать лови, то мы говорим кундок. При этом есть одно очень важное слово, которое образуется с помощью этого суффикса. Это слово кадек. Пусть. Оно образуется от слова кадумс. Оставаться. Ну и давайте рассмотрим пример. Кадекс, он текст и ашти. Пусть он здесь сидит. Помимо этого суффикса также используется суффикс т и тер. И есть там определенная группа глаголов, которыми он используется. Вот, но самым распространенным является глагол улемс, быть. Так вот, прибавляя этот суффикс глагол улемс, у нас получается ульть, будь. Соответственно, вот это выражение, которое мы с вами рассмотрели в первом уроке, ульшумра, оно как раз таки использует этот суффикс т. Соответственно, ульшумра означает будь здоров. Т.е. это здоровый, а этот же будь. Помимо этого используется также суффикс кая. Николас. Это просто суффикс кая. Вот. И давайте посмотрим пример. Кундыкая солнце. Поймай-ка его. Понимаете, да? Далее, если нам надо сказать нескольким людям, допустим, входите и так далее, то мы используем суффикс до и льде. Соответственно, вот вам пример. Сова-до. Входите. Ну и аналогом формы кая здесь является форма кая. Кундынкая солнце. Поймайте-ка его. Я, кстати, задавала 50 фото, задавайте я вам пишу. И эта форма используется именно в том случае, кая, ин, кая, в том случае, если у нас задан какой-то объект. То есть, кундыкая солнце, поймай-ка его. Вот у нас объект задан здесь. То есть, это объектная форма. И вот эта тоже объектная форма. Итак, друзья, поскольку мы с вами уже подошли к концу урока, теперь я вам предлагаю посмотреть на некоторые диалоги для закрепления всей предыдущей информации, которую вы получили из прошлого урока. Я вам очень советую посмотреть. Вот. И давайте начинаем. Что врачи? Что врачи, я вам говорю. Тонкосат. Монкосат. А тонкосат? Монаштян кудот ваксу. Вам лучше наисеть. Что врачи? Что врачи? Куда тебе? Куда тебе? То, где цикеры, коротень паралома не варто, что он чувствует кудот в пус. Куда спокс или вишка? Покс. То, что как-то куду раскиселись. Куда спокс или вишка? Куда спокс или вишка?